К другим темам. Глава города Иван Костогрис оценил санитарное состояние нового Уренгоя. Увиденным остался крайне недоволен. Редко где можно встретить чистые дворы и прилегающие к предприятиям территории. Вместе с представителями управляющих компаний, дорожниками и руководителями контролирующих структур, он побывал на детской площадке во дворе дома 1А по Юбилейной улице. Здешняя ситуация – яркий пример равнодушного отношения к городу, как коммунальщиков, так и самих жителей. С подробностями Анна Долгушина. Направо пойдешь, мусор найдешь налево. Ситуация та же. На игровой площадке во дворе дома 1А на Юбилейной детской ноге ступить явно негде. На вопросы к департаменту городского хозяйства, почему территория не убрана, глава Нового Уренгоя Иван Костогрис четких ответов не получает. Посмотрите, вот это вот безобразие сколько здесь. Кто-нибудь был, Игорь Владимирович? Кто-нибудь из твоих работников здесь был? Был. И что? Убирать начали, но поздно. Это факт. Только вот у городоначальника есть вопросы и к самим новоуренгойцам. Это же все сделали те люди, которые здесь живут. Сегодня уже сколько дней теплая погода, сколько дней снег растаял. Никто не вышел для того, чтобы навести порядок и ждут порядок. Ждут, пока кто-то придет и сделает. Ну так не бывает. Мы же здесь живем. Если мы здесь сорим, то надо самими убирать. Ну и, конечно же, претензии к управляющим компаниям, потому что управляющие компании, прежде всего, после зимы должны были бы организовать собственников жилья. Если не удается организовать собственников, тогда сами должны убрать и навести порядок. По словам рабочих, управляющие компанией Уренгой жилсервис, в этом сезоне здесь убирают впервые. Всего в четыре руки груды мусора оказываются в черных пакетах. Выясняется, чистота это так просто. А вот среди выброшенного жителями хлама находятся не только пустые бутылки и окурки. Конечно, некрасиво. Желательно. Это такие ценные книги большинство. Физика, математика, Петра Первая, Левотанство. Это хорошая книга, просто выбрасывали. Это халатность, отношение халатности в книге. Несмотря на грязь, дети все равно приходят на любимую площадку. Ситуация их, конечно, не радует. Они и сами готовы помочь взрослым навести порядок. Каждый бросит по мусору. Такая грязь получается. Наверное, зимой бросали, но и снег растаял, и весь мусор остался. А что нужно делать, чтобы не было такого мусора? Нужно прибираться на площадках, устраивать субботники, чтобы все люди убирались. А вы пришли на такой субботник, если бы вас пригласили? Конечно. Что бы людям пожелало, которые такой мусор устраивают, беспорядок? Убирать за собой. Глава города Иван Костогрис считает, наказание за нарушение правил благоустройства нужно ужесточать. Штрафы, которые есть сегодня, к сожалению, никого не пугают. А еще жителям газовой столицы нужно менять культуру поведения и по собственной инициативе выходить на субботники. В предстоящую субботу в Новом Рингое отметят День соседей. Хороший повод объединиться и навести порядок в своем дворе. Анна Долгушина, Николай Александров, служба новостей «Импульс». Корректор А.Кулакова